Выездная сессия в Волгограде. В нашу область приехали студенты Московской школы бизнеса Сколокова. Они подключатся к проработке проекта по созданию в регионе Национального центра Победы. Об этом сегодня шла речь на встрече молодых специалистов с губернатором Анатолием Боровко. Московскую бизнес-школу Сколокова называют инновационной школой будущего. Ее в обещательский совет возглавляет президент Дмитрий Медведев, а из ее стен выпускаются управленцы высшего звена. Причем обучение там идет в особой форме. Студенты выезжают в регион и разрабатывают на местах разные проекты. У нас их заинтересовала идея создания Национального центра Победы. Причем та его часть, которая касается развития туристической отрасли в регионе. Концепция патриотическая, но развлечения тоже забывать нельзя. Как раз эта неделя здесь в Волгограде, она такая аналитическая, можно сказать, для поиска каких-то идей, что было бы интересно жителям. Потому что основной туристический поток, все равно, конечно, это, даже не туристический, а посетители этого парка, это жители города, области, смежных субъектов федерации. Студенты Сколкова взялись за проработку нескольких проектов, которые станут частью Национального центра Победы. Среди них, к примеру, создание в Волгограде тематического парка «Россия». Это будет своего рода Диснейленд с национальным колоритом. Русские горки, колесо обозрения и другие аттракционы. Свои предложения Сколковцы озвучили на встрече с губернатором, который, в свою очередь, поддержал многие идеи молодых специалистов. Я уверен, с помощью молодых ученых, самых выдающихся отличников, мы, естественно, реализуем этот проект. И много идей, много предложений по результатам встреч с нашими структурными подразделениями уже было вывинуто с их стороны. Поэтому я уверен, что у нас все получится. Сколковцы пробудут в Волгограде около недели. За это время они посетят исторические места города, встретятся с общественными организациями, изучат местные особенности. Чтобы идеи в итоге не оказались оторванными от жизни. Детальная проработка проекта, по словам студентов, займет у них пару месяцев. Его окончательный вариант они надеются представить губернатору уже в начале марта. Добавим, что Волгоградск область стала одним из первых регионов России, который заключил со школой Сколкова соглашение о подобном сотрудничестве. Необычный капитал.